Музыка Мне кажется, если посмотреть на историю, то не все решают трудности экономические и даже временные политические разногласия. Есть общество, есть единство культур, есть общие исторические корни, общий исторический путь, есть менталитет. И если говорить с точки зрения естественно-научного, что это очень устойчивая основа, которая в принципе позволяет стабилизировать, может быть, те неудачи или те конфликты, которые все-таки бывают на этом пути. Говорилось об едином образовательном пространстве. Я хочу три конкретных измерения привести. И вот, может быть, это и есть те кнопочки, на которые надо нажимать. Уже 10 лет работают 5 филиалов Московского университета в странах СНГ. Это Казахстан, это Таджикистан, это Азербайджан, это Узбекистан и Украина, ну, Севастополь, который стал сейчас нам. Что сделали эти филиалы? Надо сказать, что эти филиалы, кроме Севастополя, были сделаны по воле президента в тех странах. Были построены уникальные кампусы, это огромные затраты. И за эти годы эти 5 филиалов подготовили десятки тысяч элиты для этих филиалов. Что это за ребята? Это диплом Московского университета, это свободный русский язык, это люди, которые год в результате учебы учились и в Московском университете. И, конечно, мы думаем и уверены, что они будут очень верно оценивать ситуацию и наши отношения. Мне кажется, что мы мало обращаем внимания на эту форму нашего сотрудничества. Потому что эти филиалы не требовали и не тратили ни рубля государственного бюджета Российской Федерации. Это все делали те страны. Ну, кроме Севастополя, это особая статья, когда Лазаревские казармы были восстановлены Москвой, а Московский университет за счет своего бюджета учил ребят с Украины. Кстати, во многом и вопреки мнению некоторых украинских властей, но тем не менее мы эти 10 лет филиал продержали. Я бы считал, что надо подумать о том, чтобы ведущие вузы, университеты без халтуры были поддержаны нашей страной. И сейчас эти государства очень нуждаются в нашей системе образования. Что бы мы ни говорили. Потому что оно во многом в этих вузах настоящее. Оно понятное, общий язык, терминология научная, близость в пространство, менталитет и много даже и родственного. То, что понятно. Второе. Я хотел сказать малоизвестно, что начиная с 92-го года существует Евразийская ассоциация университетов. Сейчас в ней 100 университетов. 80 из них это университеты стран СНГ. Кроме России. И 20 российских. Ну, примерно. Мы каждый год собираемся на наши собрания, форумы. Ближайший форум будет в Санкт-Петербурге 19 марта. Во время экономического форума мы вырабатываем общие научные программы, общие учебные программы, общие учебники используем. И поддерживаем единое образовательное пространство. Мне кажется, тоже это очень хороший вектор, который надо, конкретный, который надо поддерживать. Ну, и третье измерение. Существует такой форум научной и творческой интеллигенции стран Содружества. Этот форум тоже уже по 10 лет, наверное. И он сыграл огромную роль, потому что он проходит на площадках в этих странах. И он собирал по тысяче представителей интеллигенции в каждой стране. В том числе он был в Киеве и в других странах. Мне кажется, надо не дать ему угаснуть. Этот форум надо всячески поднимать. И, Константин, я думаю, что это должно быть в нашей общей программе, форум научной и творческой интеллигенции. Это тысячи участников ежегодно в той или иной стране. Я закончить хотел таким фактом, что, конечно, одним из центров культуры Украины является Киевский национальный университет. И вот на 200-60-летие Московского университета я привел такой факт. Обед у профессора Московского университета Давыдова. Присутствует Пушкин Александр Сергеевич. И заходит Максимович, профессор Московского университета. Максимович говорит Пушкину, я назначен ректором первым Киевского университета имя Святого Владимира. Пушкин говорит, ну это прекрасно, вы столько сделали для культуры Малороссии, а я кое-что сделал для культуры России. Езжайте ректором Киевского университета и давайте работать на благо наших великих народов. А Максимович говорит, на благо наших народов. А Максимович говорит, а можно я Гоголя с собой возьму? Он говорит, согласен поехать. Вот так рождалась общая культура. Если бы это рассказывать, в том числе и нашим коллегам, может быть, мы бы не так остро были в этой фазе.